Так, всем привет, это курс DevOps, у меня тут сейчас отваливалась почему-то сессия, вот эта трансляция, но сейчас вроде перезапустил, вроде работает. Так, сегодня, не знаю, может, коротенькая лабораторная про кубернетес, то есть тема, на самом деле, обширная и много где упоминается, освещается, как бы о микросервисной архитектуре много где говорят, соответственно, я поспрашивал тоже у себя, у друзей и знакомых, кто работает с кубернетисом, лично я с кубернетисом не работаю и не работал, поэтому для меня эта тема новая, но некоторые вещи, вот которые там на основе документации можно вытащить, попробую как-то в виде тут лабораторное задание сделать. Вот, ну, по мере того, как я буду тут проверять, буду немножко редактировать задание, то есть изначально нужно установить кубернетис, вообще сам по себе кубернетис это что-то в духе продолжения докерс фарма, то есть у нас есть несколько контейнеров, в кубернетисе они называются поды, там кроме непосредственно вот этого докер контейнера есть еще какие-то там дополнительные библиотеки, еще что-то, в общем, что-то больше, чем просто контейнер, вот и что вот этот так называемый кластер кубернетис, он как-то, ну, сейчас я прям к ним на сайт зайду, как-то в каком-то виде готовом его можно установить и основной плюс это то, что там есть всякие инструменты по его автоматизированному, как сказать, автоматизированному восстановлению работы вот этих вот подов, вот этих вот контейнеров, то есть если какой-то из сервисов незаключенных в контейнер перестает реагировать, то есть там, там же есть система мониторинга встроенная, если вдруг он перестает подавать признаки, что он работает и что все окей, то можно сделать, чтобы его автоматом перезапустили и, ну, заново происходит проверка, что все хорошо, работает он или нет. Так, пока что вот из заданий я добавил именно вот установку, в общем-то много чего вот мне понравилось и я взял из курса основы кубернетиса на курсере, наверное, я эту ссылку тоже добавлю в файлик и насколько я понял, основной, основные сложности возникают, это не в установке кубернетиса, хотя она вроде тоже там все по-разному как-то и делают, а в том, чтобы обновить конфигурацию, в том, чтобы закинуть туда какое-то вот свое приложение. Вот. Так. Ну я начну с установки, а дальше посмотрим, насколько это вообще все просто. Так. Ставить кубернетис можно и на Windows, и на Linux, и на macOS. Я буду ставить на Debian, который будет выполнять роль Ubuntu, там вообще рекомендую Ubuntu, но надеюсь, что разница между Debian и Ubuntu здесь не критична. Так. И там предлагают вот по этой ссылке из руководства по Ubuntu все это сделать. Так. Так. Здесь есть какие-то несколько опций. Сейчас. Вот. Достаточно удобное руководство. Можно выбрать операционную систему и по этим шагам, в общем-то, я хочу проверить, насколько это все близко к реальности. Так. Сейчас я... Это, в принципе, Debian Overs. Я его не ставил. Он с OS Boxes. Сейчас. Залогинись. Зайду по SSH, чтобы удобнее копировать команды. VirtualBox не очень удобно. Правда, что-то он притормаживает. Сейчас. Так. Так. Мне нужен его IP-адрес. Надеюсь, что там не надо. Так. Семнадцать. Так. Ну вот восемьдесят восемь двести двадцать семь, кажется. Просто это тоже там какой-то подопытный образ, на котором я устанавливал докер. Восемьдесят восемь. Восемьдесят двадцать семь. Так. Так. Окей. Так. Место еще проверим. Тут восемьсот мегабайт. Так. Тут двести мегабайт. Ну. Думаю, более чем достаточно. Так. Ну поехали. Так. Какой-то поставить? Да. И тут сразу используется Snap. Snap – это отдельная утилита для упрощения установки приложений. Её нужно отдельно устанавливать. Что-то… Что-то в духе apt-get, только отдельный. Так. 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 Как его поставить? Сейчас проверю. Вдруг он у меня есть. Сюда. Snap. Install. Нет, конечно. Так. Debian. Как установить Snap на Debian? Ну, тут… Надеюсь, копипастом всё… всё заработает. Так. Устанавливаем SnapD. 57 мегабайт. Сейчас быстренько, наверное, поставится. Окей. SnapD готов. Теперь пробуем вот эту команду. Никаке 8s. Так. Пока можно прочитать про этот MicroKey 8s. Так. Snap больше не нужен. Так. Так. В общем, какая-то минимальная реализация кубернетеса. Ну, ладно, проверим. Так. 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 Так, что-то там пока конфигурится. Второй курс, который вот тоже мне попался, это на Udacity, но он как-то сильно менее удачный, то есть как-то очень, очень поверхностный, я бы сказал. Там есть несколько красивых картинок, вот там про поды рассказывают, рассказывается. Так, как оно там, ага, всё, что-то закончилось, а я не вот тут смотрю-то, вот здесь надо. Так. Какие-то семлинки создал, что-то сделал, MicroKey8s от Canonical установлен. Так, вроде без ошибок всё. Так, смотрим дальше. Так, MicroKey8s создает группу, чтобы включить похожее использование команд, которая требует привилегий администратора, используя следующее команду, чтобы присоединиться к группе. Так. Юзер это, я так понимаю, текущий юзер или что? Так. Юзер мод добавляет в группу MicroKey8s пользователя. Так. Получается, он этого рута, что ли, туда добавляет? Так. Так. Либо сюда нужно пользователя своего вписать. М-м-м-м-м. Так. У меня пользователь, это же osboxes. То есть, я так понимаю, что нужно вот так вот сделать, и здесь написать osboxes. Так. Потом здесь также chownsboxes. Так, сейчас на всех случаях вобью, но по-моему он ругнётся, скажет. Не знаю, кто такой юзер. А, нет, работает. М-м-м, ладно. Странно. Так. Так. Texas.org. Угу. То есть, текущего администратора. Вот этот юзер похож тогда текущий пользователь. Это у меня root, и он добавился вот в эту группу. Ну, ладно. Так. Проверить статус сервиса. Угу, угу. 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 Так. Если он медленно работает, то он ничего не делает. Так, 808, 1027. Так, посмотрим в диспетчере. Куба лайт какой-то работает. Половина процессора одного ядра съедает. А у меня всего там сколько ядер я сделал? Всего одно. Так, подробнее бы узнать, что это делает. Так, just hangs. Тридцать минут человек ждал. А, и он установил процесс. Так, установил человек тоже этот micro-key 8s. Угу. Угу. У меня тут хоть какой-то вывод был. Так, есть что, micro-key 8s inspect. Там у него какая-то была ошибка. Так, то есть эта штука по сути должна что-то делать. Ее нельзя просто вырубить. Так, это что такое? Aspect. Так. Так. Продолжение следует... Так, ну тут все сервисы запущены. Правда, у меня их меньше. Так, кластер-агент. Так, у меня flannel-ld нету. Контейнер-d нету. А, нет, есть. fp-сервер. Ну, в общем, явно меньше у меня, чем... Так, expecting juju. Так, пара ворнингов. Так, и в принципе все. Никаких ошибок. Так, конечно, полчаса ждать тоже не хочется. Сейчас. Так, так. Так, где посмотреть логи? Так. 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 Так, по идее эта штука, наверное, не так должна, долго должна проходить. Так, Киево семейц. Сейчас посмотрю, какие там вообще есть варианты. Так, мана нету. Какой-нибудь хелп. Так, статус. Так, ждет пока кластер готов в состоянии готовности. Угу. То есть почему-то кластер долго переходит в состоянии готовности. Так, надо тогда посмотреть, где можно логи глянуть. Какой-то. Какой-то. Так, мы по сути inspect здесь используют. Еще есть какой-то. Так, это похоже конфигурация. То есть в принципе через inspect, который я запускал и он у меня ничего не показал. Так, микрокиево семейц. Нет такого. Через суда нету. Просто есть. Хм. Хм. Какой-то выслойте. Так, это прощает. Так, это прощает настройка. Так, я не могуbakbsка. Так, это прощает特別. Так. Может быть, ему не хватает, конечно, процессорного чего-то. Так. Система реактивариванс. Система реактивариванс. Потому что на виртуальной машине Debian я по минимуму добавлял каких-то ресурсов. Одно ядро, по-моему, 512 гигабайт оперативной памяти. Так. А, вот, 512. Просто возможно, что он что-то делает, просто это происходит очень медленно. Так. Сейчас вот он на вот этой штуке тут завис. В принципе, процессор не на 100% загружен. Так. Память. Ну вот память, да, свободный 6 мегабайт. То есть, похоже, памяти не хватает. Так. Добавить памяти. Так. Так. Продолжение следует... Давайте, ладно. Вырублю это все. Добавлю памяти. Так. Для этого придется выключить. Так. Ну, допустим. Так. Что-то еще выключается. Так. Сколько же ему может потребоваться? Так, тут 16 гигабайт. Ну, это для полноценного кубернета. Вот это мастер ноды. У меня какой-то микро-кей 8s. Ну, давайте гигабайт ему дадим. Посмотрим. Так, да. Похоже, он сейчас выключаться еще будет. Полчаса. Да. 4 гигабайта ему надо. 4 гигабайта? Прямо на сайте, где вы сейчас находитесь. Там вот. At least. Plane of digspace and 4 gigabytes of memory. А. Стоп. А, вот это, да. Да. 4 гигабайта. 4 гигабайта. Так. Ну, в принципе, у меня хватит. Мне это, конечно, много. Ну, ладно, пускай. Попробуем 4 гигабайта. Так. Окей, наконец-то вырубился. М-м-м. Система. Так, 4 тысячи. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. М-м. Так, OS-блок, CES. Так, IP-адрес, надеюсь, не изменился. 227, да. Так. А, не 5, а 1, а, даже 88. Так, 88, 88. Так, дубль 2. Так, запущен. High availability нету. Masternode вот такая. Окей. Так, запустите сервисы, которые вы хотите. Тут вот написано, что мы хотим, дашборд, DNS, ingress, ну, допустим. Так, можно еще в хелпе посмотреть список всех доступных сервисов и фич. Так, пароль. Xboxy 40. Подписывайтесь на мой канал. Отпустились. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, конечно, интересно почитать, что это за сервисы. Так, start using kubernetes. Так, ну в общем вот какой-то кластер из каких-то нот он создал. Так, и какой-то есть еще дашборд. Так, доступен вот тут. Так, сейчас я все это скопирую. Надеюсь, он снаружи тоже доступен. Так, у меня это... 192, 168, 808, 227. Нет. Так. 227, 227. Так, вообще что-нибудь по этому адресу. Нет. Скажу, что tp. Тоже ничего. Ладно. Так. Так. Нэрборд прокси. Так. Запуск... Запуск, установка губернация для экономии батареи. Угу. Угу. Микрокей 8, start. Микрокей 8, stop. Окей. Окей. Так. То есть, в принципе, поставилось что-то. Угу. 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 Так. И дальше... Хотелось бы какое-нибудь приложение или что-то полезное туда запихнуть. Вот. Не уверен, что это получится у меня. Так. Про ноды здесь вот можно почитать. Так. Что еще? Ммм. Так. Я оставил ссылочки. Я оставил ссылочки. Так. Ммм. Ммм. Микрокей 8. Сммм. Ммм. Эммм. Какие-нибудь туториалы. Так. Установка мы поставили. Так, GitLab Pipeline, так, и все. Так, вот отсюда я это все брал, так, откуда у меня куб еще есть. Так, ладно, давайте попробуем что-нибудь нагуглить. Эта штука у нас называется... ...никакие 8s... ...какая-нибудь... ...аппликейшн... ...эээ... ...самплент. Так, есть официальная документация. Так... ...как-то дополнить под... ...код... ...задеплойтингинкс. Ну, хотя бы пустой веб-сервер. В принципе, достаточно было бы. Так... ...перед тем, как задеплоить, я посмотрел существующие поды в моем K8s. ...навиарменты... ...навиарменты. Так, у него уже есть какие-то поды, которые будут использовать Indinx. Так... ...навиарменты... 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 ...это есть веб-бтраузер. Так... Мне смущает, что тут используются поды, которых у меня нету. Сейчас. Подментеринг. Хотя он удаляет. Так. То есть можно удалять поды. Продолжение следует. Так. Зачем он удалил? Потом удалил. Потом пересоздал поды. Так. А внешний порт он где указал? Так. Тридцать, тридцать, девятнадцать, восемьдесят четыре. Ну, что-то как-то очень много вопросов. Так. Давайте еще что-нибудь поищу. Так. Ну, как я здесь. Или даже там под. Так. 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 Добавили все штуки. Правили статус. Так. Чтобы получить. Так. Причем у него заработало. Вот по этой ссылке. А у меня почему-то нет. Это будет такое. Давайте попробуем. 443 порт. 452. 168. 169. 169. 179. 169. Так, и нужно, тогда появится возможность увидеть Kubernetes дашборд. Так, вот здесь какой-то дашборд. Так, из этого вывода мы можем увидеть Kubernetes dashboard-сервис в kubasystem namespace. Kubernetes дашборд, да, в каком-то kubasystem namespace. Так, IP-кластер такой-то, слушает TCP-порт 4.43. А, вот у меня какие-то еще IP-адреса. Так, вот дашборд, вот этот IP-адрес. Невероятно, я что, достучусь до него? Давайте попробуем. Так. Так, кластер IP рандомно назначается. Так, да. Make sure you replace IP-адрес. Так, ну да, у меня свой он. Так, чтобы получить доступ к дашборду, используйте какой-то токен. Так, что это даст? Тектин, который получается после запуска команды, чтобы получить доступ к дашборду. Что-то не совсем понимаю. Что это даст? Так, на этом IP-адресе не работает. На этом что-то есть, но доступа нет. Так, а вот еще такая дашборда. Так, хорошо. Так, какой-то токен, ну, что с ним делать, непонятно, так, вниз control play running 16443, так, где бы должно заходить, так, client-center, htp-request, htps сервер, так, htps, значит, надо, так, угу, то есть, вот, похоже, уже что-то на дашборд, но нет, так, так, VPN-визит, а здесь проб сейчас, а здесь корреспондинг дашборд, так, какая-то графана есть, дашборд, графана это штука для мониторинга, интересно, что она встроена, но что-то, похоже, у меня не работает ничего, так, или вот такой образ, так, это лишнее, ну, нет, по этому адресу должен был быть дашборд, но у меня нет, там должен был пригодиться токен, но что-то нет, нет, так, а здесь сервис окон токен, да я его подсунать, ну, ладно, не получилось с дашбордом, так, микробот, так, микробот, это, я так понимаю, какое-то название, типа контейнера что-то, так, давайте попробуем эту штуку, добавил, так, create deployment микробот, это имидж такая-то, rm users need to use following, но у меня не rm, так, добавить реплики деплоймента, сколько-то каких-то копий, так, вот он что-то там смештабирован, и создать сервис для деплоймента, так, и теперь этот сервис должен добавиться где-то, так, ну вот добавилось, так, и что, так, и, порт 32648, у меня либо этот, либо 80, сейчас этот попробую, так, нет, т.п. тоже ничего нет, так, порт random selection, our case 31553, оттуда он его взял, работ сервис, то есть по логике у меня вот этот порт должен был сработать, но нет, что там появится достаточно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так, попробую ещё раз. Ага, то есть он с какой-то задержкой почему-то это делает. Так, 3, 2, 4. Так, ну, в общем, на этом, наверное, всё. Потому что и так желательно бы добавить описание, что вообще-то и для чего. Если с установкой ещё более-менее понятно, то с деплойментом как-то здесь непросто. Так, в общем, вот. То есть я этот файл закину папочку. Это будет как дополнительная, в общем, лабораторная, без дедлайна. Вот. То есть на этом всё. Если какие-то есть вопросы, задавайте. Ага, тут написали я что-то. Так, курс по кубе. Так, сейчас я сохраню эту ссылку. Посмотрю. Спасибо. Ну, прям сюда её добавлю. Так. Journal.ctl. Ну, это да. Это я там разбирался. Угу. 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 Так. Сегодня я проверю. Ну, сегодня край завтра. Да, проверю, которые лабораторные мне присылали и всем отвечу. Вот. Если больше вопросов нет, тогда всем спасибо. Запись я тоже эту добавлю на канал на YouTube. Если вдруг кому-то нужно будет. На этом всё. Так. Сейчас там что-то... Можете голосом, если хотите что-то добавить. Так. Ну, ладно. Тогда всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok